Краски и кисточки уже готовы, а значит можно приступать. Для учеников 16-й школы принимать участие в подобных конкурсах не впервой. Каждый год они участвуют в различных мероприятиях. Гостем школы сегодня стал организатор проекта «Юный художник» Кирилл Новиков. Мы сегодня начали конкурс, который называется «Юный художник». Конкурс этот будет проходить в школах нашего города. И ребята 5-х, 6-х и 7-х классов будут рисовать рисунки разного типа, рисовать то, что им нравится, то, что они хотят. Эти рисунки они будут задавать своим педагогам. Педагоги будут выбирать лучшие из этих рисунков, отправлять их нам. Несмотря на свободную тему, ученики готовят рисунки, посвященные 75-летию Победы. Учителя воспитывают в детях патриотизм. Педагоги говорят, что для учеников участие в конкурсе – это возможность проявить свой талант и патриотизм. Конечно, мы не забываем о памятных датах. И, например, сейчас все конкурсы направлены на патриотическое воспитание, потому что все-таки у нас такой год знаменательный, 75 лет Победы. Мы не забываем об этом. И сейчас и уроки у нас проходят по этим темам, соответственно, фестивали, выставки, конкурсы. Юный художник отличается от других конкурсов. В нем может принять участие любой желающий. Благодаря этому все школьники могут продемонстрировать свои таланты. Также такие мероприятия помогают формировать личность детей, рассказывают педагоги. Так как нравственно-эстетическое воспитание занимает большую долю в учебно-воспитательном процессе образовательной системы любой школы, то, естественно, проведение конкурсов, направленных на эстетическое культурное воспитание детей, имеет огромную роль. Конкурс продлится еще три недели. После этого жюри выберет победителей. Впрочем, работы всех участников останутся на сайте, где посмотреть на них сможет каждый желающий. Также победители и ждут подарки, а всех участников наградят памятными сувенирами.